о привет заходи только сначала вытри ноги и подпишись на канал совсем недавно мы с вами говорили про мучную зависимость сегодня про сахарную хотя конечно же вы понимаете что мука и сахар это быстрые углеводы и эти зависимости они в общем-то имеют ну близкие где-то пересекающиеся перекликающиеся причины причины сахарной зависимости к ним относят и гормональные причины и этих гормонально психологические и тот же самый клеточный холод но я сегодня хочу затронуть такую щекотливую темку очень многие не не очень многие все диетологи все нутрициологи все как один призывают тех у кого есть сахарная зависимость отказываться и от фруктозы в том числе то есть бояться призывают не только глюкозы но и фруктозы как мы знаем фруктоза это природный сахар и сегодня я хочу развеять этот миф о том что нужно бояться фруктозы что фруктоза наносит точно такой же удар поджигулочные как и глюкоза что фруктоза это та же самая глюкоза и она вызывает резкий скачок сахара в крови те люди которые зависают на глюкозе на сахар содержащих продуктов чтобы они перестали бояться фруктозы чтобы они повернули свой взор в сторону тех продуктов которые содержат натуральный природный сахар и таким образом отвернувшись от глюкозы от сахара и повернувшись лицом фруктозе они могут себя спасти от сахарной зависимости мягким путем почему не следует бояться фруктозы сахар или сахар содержащие продукты действует в организме таким образом что требует моментального выброса инсулина из поджелудочной железы инсулин нужен для того чтобы эту глюкозу растащить по клеткам когда в организм поступает фруктоза она не требует инсулина если глюкоза поступает в организм и требует быстрого выброса инсулина то фруктоза этого не требует соответственно поджелудочная железа работает в своем нормальном естественном ритме таким образом можно не бояться резких скачков сахара в крови если мы употребляем фруктозу я знаю что вы можете мне возразить вот я съел апельсин и у меня резко подскочил сахар дорогие мои сахар крови подскакивает десятки раз в сутки и он подскакивает не только на апельсин и не только на конфеты он подскакивает на любую еду на любой прием пищи сахар поднимается на физическую активность сахар поднимается на стресс сахар поднимается на секс сахар поднимается на что только не поднимается сахар но дело в том что он как поднялся так и опустился Если вы съели апельсин или выпили апельсиновый сок, да, сахар поднялся, но он очень быстро опустился до своего прежнего уровня. Если же вы злоупотребляете сахаром, именно глюкозой, то вот в таком случае уже не приходится говорить о том, что сахар в крови может быстро опуститься. В каких случаях он может опуститься, но, как правило, человек злоупотребляющий сахаром уже имеет проблемы с полуджелудочной железой, уже имеет проблемы с инсулином, с его качеством, с его количеством. И поэтому не всегда у человека, злоупотребляющего сахаром, уровень сахара в крови может быстро понижаться. Вот я вам рассказала, по каким причинам не нужно бояться фруктозы, почему на первом этапе отказа от сахара можно смело заменять сахаросодержащие продукты сладкими фруктами, соками, сладкими овощами и любой растительной пищей, которая содержит в своем составе фруктозу. Более подробно весь этот механизм, все эти правила и законы, как перестраивать свое питание с тем, чтобы перестать зависеть от сахара, мы будем разбирать на моем марафоне «Булком бой». В прошлый раз я вам уже сказала, что это за марафон. Повторю вкратце, что это марафон против сахарной и мучной зависимости. Приглашаю всех, кто имеет нездоровую тягу продуктом такого рода, всех, кто имеет лишний вес, кто хотел бы себя оздоровить. Будет интересно, будет полезно, будет большая компания единомышленников, будет работать общий чат, у каждого будет свой личный кабинет в бессрочном доступе, в котором будут интересные лекции, домашние задания, дополнительный материал к урокам и возможность просматривать записи вебинаров наших онлайн-неприятий, даже в том случае, если вы не сможете их посещать. Но вам нужно поторопиться, потому что 1 февраля марафон «Булком бой» уже стартует. Приглашаю вас. Пока, до встречи и посмотри еще вот это видео. Увидимся!